Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами день начинает сегодня наш коллега из города Щёки на Тульской области, Александр Нестеров. Александр, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги! Как сегодня это открывается? Нормально? Да, всё отлично! Ждём ваших новостей по рынку! Да, нормально вроде всё открылось, позитивно. То есть, ну, мои эти взгляды как оставались, так и остаются, в принципе, да, среднесрочно. Давайте я включу. Давайте. Видимо хорошо. Видно. Давайте с индекс РТС начнём. То есть, продолжаем мы повышательную динамику. Да, действительно тяжеловато он, конечно, идёт. Тут ничего не скажешь, но в любом случае, российский рынок, я предполагаю, что как раз, если мы этот год завершаем выше, там, 14, 114, 117, то я предполагаю, что он будет бычий. И как бы Новый год нам не дал опять хороший результат, такой прям сильный, быстрый. Конечно, зайти будет тяжеловато, нужно принимать решение будет до Нового года. Но если мы выходим выше эти 23, сейчас пока целевая точка у меня от 112 до 123 в этом году, да, я думаю, можем мы приехать сюда. Если мы закрываемся выше, то, естественно, 140, наверное, в следующем году мы будем видеть. Вот, это по РТС, да, то есть, в случае, конечно, негативного код-сценария, да, то есть, уходим мы под 112, опять нас пробивают к 108, к 109, тогда может быть, конечно, нижняя граница. Но пока, я думаю, не будет такого. То есть, те варианты, которые, помните, были, да, у меня с Круччуком, волновые, там, еще какие-то, да, то идет пока в сторону Ланга все. Ну, давайте ту акцию, которую он постоянно разбирает, давайте я вам ее покажу, в принципе, которая должна по волновому анализу уже давно рухнуть. Но, однако, почему-то мы идем наверх, и именно от этих уровней, вот, сегодня делаем даже положительную динамику. Предположительно, сейчас целевая точка будет 0,67, ну, и дальше по развитию тренда наверх, и поддержку мы удержали очень сильно здесь. Вот так вот работает волновой анализ. Давайте акции Сбербанка посмотрим. Конечно, здесь была интрига, да, на выходные. И, знаете, вот эта вот история сейчас в данной ситуации. Конечно, Превка даже, Прев Сбербанк выглядит лучше. Сбербанк вообще лонговый. Просто в данной ситуации, почему мы там не ходим за индексом сейчас РТС, не пробиваем ХАИ, или там за Газпромом, да, потому что в нем собрано очень много, наверное, спекулянтов. И его придерживают, пока я думаю. Ну, а так, в принципе, Сбербанк, я думаю, будет тоже локомотивом. И в этом, может быть, и в следующем году. То есть, пока рисуют картину неплохую. Что обычка, да, что даже Превка, она намного посильнее выглядит, смотрите, перед уровнем сопротивления. Нам стоит сейчас по Превке выйти 175, пробить выше и уйдем, скорее всего, на 185. Единственное, что может быть, это каждый трейдер должен понимать, если мы получим здесь ложный пробой, и нас не выпустят, загонят опять, конечно же, канал вот этот может сохраниться. А так, по недельным графикам везде идет нормально. Норильский никель, ребят, пробил исторические трехлетние максимумы. Вы, наверное, наблюдали на той неделе все, да? Ну, кто смотрит у меня там, да, то есть, я его разбираю на обзорах. Вот, вторую неделю он начинает расти, да, естественно, сразу сильного движения получить нельзя, но я думаю, даже импульсное движение предыдущей недели, там, 13 тысяч почти что сделали, вот этот импульс, он более-менее, чем хорош, да? Коррекцию, и если пойдет плавный рост, потихоньку, да, там, барами дневными потихоньку мы будем идти наверх, то эта бумага, хоть она стоит на хаях, на исторических, ребят, но она выходит очень сильно из вот этого сильного диапазона, да, который делился у нас с 15-го года, потом сформировав маленький ренч, вот этот, и выходит сейчас, то есть, расти может и до 15 тысяч, до 17, так что здесь перспективы есть. Кстати, когда, помните, Игорь Николаевич, вы сказали, что ты там, хозяин с криптовалютой, ну, с токенами мутит что-то, да, там, это как раз была позитивная, скорее новость, чем негативная, так что здесь, ну, и вообще, в целом, 19-й год по российскому рынку для меня позитивен, да, ну, не все, конечно, бумаги, но вчера вот нефтяные, это от нефти, например, стрельнуло, да, вверх нормальный, превка также, то есть, по факту, пока все хорошо. Да, единственный есть у нас такой инструмент, это ММК, тоже он очень, ну, привлекательный трейдер, которым они его торгуют, вот, видите, пуляет, пуляет шпилечки, ну, ничего страшного. ОВК-2 продолжает идти, очень сильная ситуация здесь от уровня, прям от исторического. Уезжает бумага, неплохо, смотрите, кто вот, опять же, не верится в ценовые диапазоны, да, в уровне, вот, пожалуйста, вам, этот уровень у нас стоит с 16-го года, и в какой-то очередной раз опять отрабатывает. Вот стоит бумаги сейчас, если в случае 0.38, 0.40 уйти повыше, да, то перспектива, и, ну, наш рынок, естественно, если поддержит позитивом все это дело, то будет все нормально. Я когда открылся понедельник, да, нефть открылась гэпом наверх, ну, давайте сейчас в нефть уйдем, посмотрим. 3,5%, да, то есть, естественно, уже, в принципе, понял, да, что и РТС будет максимум. Пробивать. Сейчас стоит в нефть особо, ну, как сказать, агрессивно-то не смотреть, в течение дня можно. Нам сейчас главное посмотреть, ну, для меня, как минимум, да, посмотреть именно покупателя, который вот эту всю историю-то делал, в принципе, да, то есть мы его можем увидеть только на низах и только на защите какого-то нижнего уровня, да, и потенциал, если у нас все-таки этот рост в этой неделе состоится, у меня потенциал просто по-нашему, по бренду до 67, до 68 максимум, и, скорее всего, здесь какой-то будет боковой канал. Не стоит, конечно, отрицать это, что развернули ее очень сильно, да, то есть, сверхов просто, да, ну, и вот 72 где-то край уровень, а потом все-таки какой-то период будет нисходящая тенденция, но на наш рынок это никак не повлияет, потому что нефть уже сколько времени раскалерированная, то есть она, в принципе, какое-то время подходит, ну, снижает коррекцию, дает по нашему рынку, потом все это дело выкупается. Доллар-рубль, также давайте посмотрим, его придавливают вниз пока. Да, ситуация, конечно, здесь сложная, и торговать его сейчас в данный момент сложно, но по всем параметрам закрытия месяца, закрытия недели, да, то есть у нас в данной ситуации пока, конечно же, лонговая история, ну, торгуется, но вот если мы уезжаем, например, недельку или две, там, закрываемся ниже 66 и 65, то кирдык наступает доллару против рубля, я в следующем году жду, ну, рублей, наверное, 40 за бакс. Вы сейчас будете надо мной смеяться, вот, ну, давайте будем ждать. Тайминг нас всегда, да, делает или правыми, или неправыми. Вот тут я могу смело себе сейчас доверить, потому что я, в принципе, этого жду. Александр. Потому что экспедициальный рост, секундочку, вот здесь, в данном инструменте просто закончен. То есть его просто нету, все. Александр, я никому не позволю над вами смеяться по поводу рубля, потому что мне по ночам снится один к одному, вот, поэтому ваши 40 рублей за доллар, это еще так. Один к одному до этого долго, до этого долго, наверное, Игорь Николаевич. То есть, ну, по факту, когда мы сейчас видим, да, то есть динамику 67, его не пускают в который раз. Для меня вот было важным, как он будет отреагировать вот на эту зону. То есть для меня эта зона была лонговая, да, от 16-го года. Мы туда влетали, я ни в коем случае не рассматривал никаких шортов по нем, да. Я всегда думал, что бакс будет укрепляться против рубля. Ну, так как мы туда залетели, вниз уехали, еще раз подтвердили, ну, вот, вы видите, просто тут динамику, вот, 16-й год, вот, окончание того бешеного года, да, то есть в 16-м, когда он последний сделал пик, и все, вот здесь задержка произошла. И вот в данной истории мы попытались раз, два, и в данной истории мы ставим под 67, а точный уровень месячный, там 67, 33 копейки. Он для меня важен, да, то есть я месяц когда ставлю, я вам могу поставить, просто показать эту историю. Вот один месяц мы закрыли, я ждал его, они провоцировали туда на закрытие, но в данный момент вот он, вот этот уровень, я вам покажу, от которого я бар вообще его взял, от которого месяц это был хай, сейчас, ну, 33-34 там, да, ровно это 33 копейки, вот, 67-33, это был май месяц, первого, ну, первого мая дня рождения у меня, ну, вот, наверное, из-за этого я и взял. Вот, вот сейчас, да. Кстати, хочу уточнить, вот, понятно, шартовый сценарий, мы вас поняли, Николай Пензо, да, 42-й годовый. Куда должен рубль, доллар-рубль вырасти, чтобы вы сказали, нет, пока шарта нет. Вот сейчас интрига все равно-то создается, вот интрига создается именно вот в этом диапазоне, смотрите, для меня сейчас будет что, вот, вот этот вот история, вот это все, сейчас, секунду. Ага. Сейчас вот один момент. Ну, я же для этого и спрашиваю, чтобы понять, вот, вашу логику, да, вот это будет торговаться, пока будет, конечно, интрига, вот, могут задергивать, там, делать повыше, там, пониже, но, если мы сейчас уходим ниже 65-ти, это первый сигнал на то, чтобы мне его будут шартить. Ага. Выходом вот сюда, ну, а здесь, скорее всего, у нас будет сильный какой-то взбрызг или импульс, то есть, наблюдайте за политической ситуацией вообще в мире, да, то есть, где-то здесь что-то должно случиться, чтобы нам толкнуть и убить 55-й уровень, да, и потом уже тут, скорее всего, 50-й, он тут долго не продержится. В 40 мы где-то приедем, 40 с откатом на 50, это следующий год, я сейчас как Димура буду, то есть, Димур так прогнозирует на долгие сроки, да, ну, вот я решил в этот раз. Димура, наоборот, кошмалит российский рынок, а вы анти. Ну, что для меня будет отказом от этого сценария, отказом, да, это выше 67-и, 30-и, там выше 68-и, пару месяцев про торговки, если мы, конечно, с импульсом не уйдем, ну, и надо смотреть будет динамику, как он будет туда вплетаться. Почему я сделал такое мнение, давайте, я не просто же так, там, с головы, там, взял это, да, вот смотрите, 4 месяца мы держали против вот этого роста ситуацию, когда скинули его. Да, я понимаю, сейчас какие-то волны, 3-й, 5-й, 10-й, там, эти счетоводы, они считают всю жизнь их, вот. Вот, вот этот, вот этот месяц, это у нас был сентябрь месяц, он был, понимаете, эксклюзивным для меня, чем? Вот, август закрыли выше данной точки, выше данного сопротивления, это, ребят, деньги, это бюджеты, это все там ситуации, то есть, и следующий месяц, сентябрь, давайте просто его разберем на дневном графике, каким образом он был загнан именно под уровень, то есть, тут с гэпами его просто осмысленно загоняли вниз. Далее, вот в этой зоне, вот в этой зоне, вот в этой зоне его просто сейчас держат. Давайте теперь в евро посмотрим, в евро-рубль. Вот, вот это вот накопление, да, то есть, пока идет на низ, если мы до сих пор будем прибиваться сюда, то это идет на пробой вниз. То есть, все вот минимумы, они поджатие, поджатие, поджатие идут, то есть, уровни пробиваются вот так и в таком плане одним случаем, то есть, потихоньку подводят там к поддержке или к сопротивлению, и потом резко, ну, как обычно это бывает, то есть, вот так выбивают, или наоборот, в другую сторону. То есть, ну, вот берите просто, если хотите, там можем сделать картинку, сейчас фотографирую, перевернуть ее кверху ногами, и вы получите из лонговой ситуации, из шартовой ситуации, которую я предполагаю, лонговую, и посмотрите, как она смотрится. То есть, пока здесь никаких нету драйверов. Конечно же, если выходим выше 77 за евро, да, есть шанс там дойти, но пока этого нету, и нас тут мутузит, мутузит. Во всяком случае, для трейдеров эти инструменты, два, они не торгуемые, но если вы хотите верить в бакс, конечно же, сидите. Но будьте любезны, если вдруг что-то не так будет, да, например, если снесут 65.50 и там 65, закройтесь, закройтесь. Если что, вы предупреждали, мы запомним. Да, если что, ну я имею в виду, если вы сидите в долларе, сидите, в данный момент, конечно же, может быть что угодно, я же не предсказатель, я никогда не вангую, да, то есть, я работаю по статистике. Ну вот, середина канала сейчас, сейчас вообще тут смотреть нечего, только там внутри дня что-то можно рассмотреть, да. Конечно же, если там пробиваем мы 67, сейчас 33, нам подадут там и 69, может, в моменте и 71, там и перехайку. Главное закрытие еще вот этого года, да, и где он закроется, ну, понедельно надо будет смотреть. Так что, я думаю, такая динамика сломается, естественно, я не буду торговать, его шортить, например, я буду так же покупать и буду покупать от важных мне точек. Газпром, давайте посмотрим, это был пик той недели, да, то есть, который развернул ситуацию просто. Каким образом? Давайте, вот, это что у нас с УВК. Ну, тут у нас сегодня реакции пошли все наверх, очень так позитивненько, блин, я даже не успел, наверное, ничего сделать. Да, и ФСК, все нормально. То есть, давайте по Газпрому посмотрим ситуацию. Вот, на той неделе был сильный прям взрыв, и почему мы остановились именно в 150? Это очень сильная поддержка, я ее, в принципе, ждал. Да, конечно, она была с распилом, с заходом ниже, с хвостами в 5 рублей, там погрешность, но у нас по Газпрому идет с нижней границы, со 115 четко направленная тенденция. Да, она корявая, может, для кого-то еще какая-то, да. Но вот в этой точке начался тренд. Конечно же, никто не предполагал, что он пробьет, там, например, 165-170. После вот этого накопления, когда было здесь очень сильное накопление, там, весь 18-й год практически, да, и после, когда мы взорвались, естественно, мы его протестировали и выходим. То есть, сейчас в данной ситуации по Газпрому, да, он, может быть, сильно не пойдет, или корректируется, или еще какую-то базу сделает, или вот такую вот сделает в следующем году. А это возможно, да, вот здесь, это то, что Норильский Никель, да, например, вот в этом вот боковике. И после я жду, естественно, там, 190, следующий уровень по Газпрому. По таймингу никто не скажет, когда он будет 190-200, да, там, никто не знает. Может быть, он возьмет в один прекрасный момент, пролетит 200 и будет сразу стоить 250. Но в данной истории, вы просто посмотрите, он идет с низов, это Газпром. Представляете, да, вот он стоял, сколько-то времени на низах, а теперь он начинает выходить. И это не просто компания, это компания, как говорят, да, достояния России. Вот. Я думаю, что после выхода выше 176, вот, максимума этого, да, года, то есть, вот, выше 177, 178, там. Мы увидим в следующем году 250, ну, и потом уже, я не знаю, там, как он будет идти, с какими темпами, какими будет, там, взрывами идти выше. То есть, на данный момент для меня эта бумага на следующий год будет очень перспективная. Следующей бумагой взять хочу Аэрофлот, да. Да, сейчас вот она чуть-чуть скорректировалась, но она очень неплохой взяла разворот. Вот, тут надо посмотреть просто недельный график, чтобы вы в отрезке, в срезе посмотрели, где мы, в принципе, остановились по нём. Это тоже неплохая история, которая может быть инвестицией на следующий год. Вот, конечно же, здесь нужно чуть-чуть побольше подтверждения, но мы в данной ситуации вышли с одного баланса выше и протестировали его. То есть, максимум на боковик в 230, ну, в 170 даже, если её взять, рассчитывать можно, да, то есть, это больше, там, 50% образом, да. Это, думаю, нормально, то есть, ну, в данной ситуации надо просто сейчас под закрытие года отбирать массу бумаг, да, то есть, и смотреть уже. Если, конечно, американский рынок восстановится, но у нас, вы видели, да, то есть, пока у нас идёт по S&P, ну, это фьючерс, пока по S&P у нас идёт боковая тенденция, причём она чёткая, да, вот, это там 2,630, да, там, и, образно, 2,800, вот. После пробоя с закреплением, мы увидим, скорее всего, обновление исторических опять high-off, и у нас американский рынок поедет наверх. Вот, видите, этот просто обыкновенный был сброс, в очень сильную поддержку её не пробили, да, насколько тайминг, опять же, никто не знает, сколько она будет. Ну, естественно, все паникёры всегда ждут чего? Всегда ждут, ой, сейчас круче 2008-го будет, круче будет всё обвалиться. Ну, естественно, на чём-то рынок строят же боковики, на чём-то он его выкупает, а это значит, есть деньги и есть поднятие на каких-то ценовых уровней. Так что здесь вот так по факту. Ну, если какие-то есть вопросы, а, магнит, давайте, ну, там, он, по-моему, Игорь, магнит это, всё. Ему стоять и стоять, пока набираться, чтобы что-то он, по-моему, сделать мог. Он, посмотрите, ну, просто тупо, даже некоторые бумаги, которые хуже по ликвидности его, да, там, то есть капитализация, они стреляют лучше намного, чем магнит, посмотрите, то есть как был 3500 уровень, так его и вообще удерживают, то есть его даже не пуляют. Да, может быть, если он рванёт чуть-чуть повыше, ну, максимум, что можно пока присматривать, это 3750, а так по факту его вообще зажали. Хотя, если взять отрезок, то есть полный, да, на следующий год я бы его посмотрел бы как инвестицию, но не на особо намного, да, максимум там на 5500, ну, может быть, на 7, это так уж к концу следующего года. Почему вот зашли в серединочку вот этого диапазона, откуда у сильный подъём пошёл, да, то есть 3000, возможно, знаете, какой-то будет всплеск эмоций, да, он там трёшку там хвостом лопанёт и выкупит, вот тот момент и нужно его будет подбирать здесь, вот, и в нём сидеть, да, потихонечку там пирамидится в нём или как-то ещё, да. Ну, в данной ситуации, вот видите, просто динамика каждый день, вот, недельная, да, то есть одна, вторая, стоим. Ну, если вот он выйдет, например, повыше 3750, 3740, то есть у него какие-то шансы куда-то ещё в 4200 слетать, а так, вот так как, я знаю, торгуют опционы, да, то есть, ну, есть ли у него там опционы дешёвые, если, то не сейчас, я думаю, чуть-чуть попозже. Понятно. Я просто в опционах не разбираюсь. Я раз не понимаю. Да, Мосбиржу тоже на восстановление жду чуть-чуть, тоже она скорректируется очень сильно. Ну, очень много есть нормальных бумаг, которые не особо такие хламовые совсем, да, на российском рынке, а более-менее, которые ходят, их можно посмотреть, отобрать, действительно, можно съездить на них. Фосагра, очень неплохая бумага, я на той неделе в ней сидел, ну, в принципе, я на той неделе поскидывал Фосагру на Алильский, Никельский, ну, Газпром, я весь этот рост полный взял с низов, да, то есть, я вам могу даже девочку показать. Она у меня на сигналах была. Вот, да. То есть, ну, я частями, конечно, здесь покрывал, то есть, заход мой был 150, 150, 066, ну, 66 копеек, да, все, последнее движение, вот я ее полностью здесь прикрыл, и все. Вот так, ну, Фосагра тоже бумага обалденная, по таким понятным, там, по-моему, сидит даже ворон в ней, да, как я слышал, я, конечно, не вылезаю больше в эту информацию глубже, да, но перспективы у нее огромные, а из-за чего? Из-за того, что вот здесь, вот, вот здесь, вы посмотрите, мы стоим вот с этого уровня, это 2, там, 250, образно, да, там, мы стоим с 17-го года, просто удержали уровень, вышли, в этот раз мы протестировали еще раз на 2400, сейчас мы просто уходим. Стоит бумаги пульнуть 2700, вы знаете, сколько потенциал мне, вот, просто задумайте, кто, долгосрочный инвестор, эта бумага очень привлекательная для роста, посмотрите, откуда она едет, и какими темпами она едет, она не резкая, не быстрая, она потихонечку набирает обороты и выходит, то есть, даже на перекрытие разрыва вот этого, это, представьте, сколько процентов, да, да, она дорогая, но тут перспективы для меня, вот, как видите, есть, все на этом, да, ясненько, спасибо большое, Александр, давайте остановим демонстрацию рабочего стола, я, друзья, хочу напомнить всем, что 7 декабря в Москве, в Холидеин, Москва, Сущевский, Александр Нестеров выступает на церемонии вручения кубков Ютрейд ТВ, лучшие трейдинги 2018 года, со своим семинаром «Российский рынок» в 2019 году, где даст точные прогнозы развития рынка в следующем году, это будет, записи никакой не будет, я шучу, запись будет, но попозже, а тот, кто хочет узнать правду раньше, обязательно приезжайте, Александра послушайте. Александр, от вас жду список еще участников, вы сказали, будет, и также жду вашу презентацию для компьютера, который будет на… Я скину к пятому числу, там, к завтрашнему дню я скину, я там только график, просто работа много и не успел еще. Я понял. Светлана Гаврюшева мне написала, что она обязательно будет, в ее списке еще не дали, но… Я думаю… Учениц моя, я ее записал уже. Нет, мне еще не присылали Светлану, так что проверьте. Нет, я уже записал уже, я конечный список вам сказал, что вышлю. Я понял, что конечно… Там есть. Она уже там есть, да. Она мне написала, я говорю, конечно, Светлана, ждем вас обязательно, она такая очень активная, трейдер, молодец, молодец. Хорошо, Александр, спасибо вам огромное за ваш обзор, буду рад видеть вас в пятницу, с удовольствием посмотрим, как вы впервые встретитесь с Валерием Мартыновым, но я думаю, встреча состоится раньше. Ну, так же буду рад вас видеть на… Ну, я же-то в 6.30 утром в Москве буду там уже. О, я планирую. А что так, это вам надо вставать в 3 утра, что ли, зачем так рано? Ну, я поеду на поезде. Купе, я себе купе взял. Я понял. Я понял, ясненько, Александр, все, ждем вас, до встречи в пятницу, хорошего дня, удачи сегодня. Вам так же, удачи, взаимно, до свидания. До свидания.